Максим, когда мы говорим о качестве огранки бриллианта, что вы имеете ввиду? Есть тип огранки бриллианта и есть качество огранки бриллианта. Тип огранки это круглый, вот такой, то что было придумано в 1919 году Марселем Толковским, и все фантазийные формы, их около 30. Сердце, овал, изумруд, груша, они примерно на 20-30 процентов дешевле. И есть качество огранки бриллианта. Качество огранки очень важно, от него зависит блеск. Если вы выбираете между чистотой и качеством огранки, выбирайте качество огранки. Если нет возможности купить камень с хорошим качеством огранки и цветом, все равно покупайте, только поменьше размеров. Еще спасибо мне за это скажете. От качества огранки зависит игра. Это видно на расстоянии. Виден на расстоянии и цвет. Частота не видна. Итак, идеальный круглый бриллиант рассчитан был так, чтобы весь свет, откуда бы он ни пришел, выходил через верхнюю часть, через корону. Его сделать очень сложно, поэтому это самый дорогой камень. И он требуется потратить больше алмаза. Алмаз это не ограненный камень, бриллиант ограненный. Да, по-русски. Почему в античном мире больше говорили про изумруды, алмазы, рубины, топазы? Потому что их можно было огранить. Алмаз не умели огранить. До XVI века, когда Людовик ван Беркин, выходец из Антверкона, Антверкона это столица бриллиантов, не придумал, что можно использовать бриллиантовую пыль или бриллиантовую крошку, смешать ее с густой олифой и сделать своеобразную пилу. И этой пилой распиливать бриллиант. Потому что у бриллианта максимальная твердость. Его ничем другим нельзя распилить. Между прочим, и сейчас большинство бриллиантов, тех некрасивых, коричневых, пористых, растреслывшихся, используют именно для того, чтобы пилить, сверлить, строгать что-то твердое. На это уходит и значительная часть синтетических бриллиантов. И так научились распиливать. До этого только раскалывали по кристаллическим линиям. При оценке качества огранки используют четыре ступени. Excellent. Идеальная. Very good. Очень хорошая. Good и fair. Плохая. Это указано в сертификате лаборатории. Напоминаю, идеальные сертификаты это HRD, GA и GI. Бриллиант с идеальным качеством огранки отличается от бриллианта с прочими теми же характеристиками. НОС ГУД, например, качеством огранки, которая формально говоря хорошая, примерно на 20%. Он дороже. Поэтому если в лаборатории ошиблись, оправданно, осознанно или неосознанно, то и вы можете ошибиться на 20% переплатить. Нужно ли всегда покупать камни Triple Excellent с самой идеальной качеством огранки? Ну, если есть финансовое возможности, есть выбор, конечно. А если того или другого нет, то Very Good это уже хорошо. Он по блеску немногим отличается от Excellent, а стоит всё-таки подешевле. Fair покупать не надо. Это выброшенные деньги. Good, ну, если цена хороша, если есть возможность посоветоваться с геммологом, да, почему бы нет. То есть Вы считаете, что совет геммолога очень важен? Да. Геммолог, даже если у него есть такой прибор, который позволяет определить, ну, кроме его лупы, глаз и опыта, всё-таки это имитация, подделка или бриллиант, геммолог не может определить, это синтетический камень или натуральный. Но геммолог может посмотреть на сертификат и сказать, что да, это камень от этого сертификата или нет. И геммолог может хотя бы сказать, что это бриллиант. К сожалению, до сих пор некоторое количество муассонитов, да что муассонитов? Поверьте, кубика циркония, то, что называют в России фианитом, потому что в России создавалось физическим институтом Академии наук, то есть фианит, кубик циркония и Зваровский, это одно и то же. Так вот, и муассонит, и фианит всё ещё продают и покупают под видом бриллиантов. От этого совет геммолога Вас избавит. То есть, если бриллиант в собственном кольце, и Вы не собираетесь его продавать, то Вас может удовлетворить и совет просто продавца в магазине. Но если Вам придётся когда-либо продать это кольцо, Вас может не удовлетворить ответ ювелира, которому Вы его предложите. А в надежде на то, что у Вас хороший камень, и он стоит каких-то денег, кажется, что совсем не так. То есть, если Вы заранее не проконсультировались. Да, совершенно верно. Надо понимать, что, ну, например, в России нет обязательной сертификации бриллиантов. Продавец на бирке может написать всё, что угодно. И про характеристики камня, про чистоту, цвет, особенно качество огранки. И хуже того, иногда он может написать бриллиант, и это окажется не бриллиантом. И Вам будет очень сложно что-то доказать. Практически невозможно. Вы должны понимать, что в России производится большое количество синтетических бриллиантов. И Россия единственная страна, которая законодательно не обязует разделить поток синтетических и поток натуральных бриллиантов. Ни на производстве, ни в продаже. К чему это приводит, учитывая, что разница в цене в несколько раз, можно догадаться. Форбс в 2019 году публиковал большую статью, где признавали, что 80% синтетических бриллиантов в России продаются без объяснения, что они синтетические. И сейчас в России 50% всех продаваемых бриллиантов синтетические. Только Вам об этом не говорят. То есть при покупке лучше иметь совет стороннего специалиста. И лучше, если этот камень будет иметь признанный сертификат. Не просто описание в магазине, а признанный сертификат. Один из тех, про которые Вы говорили. Безусловно, ЖЭА, HRD и ЖИ, это идеально. Хоть какой-нибудь сертификат уже лучше, чем просто бирка, повторяю, бирка не стоит ничего. И если есть возможность еще попросить гемолога посмотреть на этот сертификат, или хотя бы посмотреть гемолога на камень, чтобы не купить муассанит, это уже лучше. Надо быть реалистом. Далеко не везде можно найти камни с этими сертификатами. Если Вы зайдете на сайты многих, не буду цитировать, это не мое дело, многих фильм, которые продают бриллианты в России, Вначале сказано, что есть сертификаты ЖЭА, потому что это больше в России. А когда Вы настаиваете, выясняется, что их все-таки нет, они оценены по критериям ЖЭА. Нет. Идеально и сертификат, и гемолог. В крайнем случае, хотя бы одно из этого. То есть есть нюансы, и лучше за советом обратиться к специалисту. Ну, конечно. Почему, если Вы, простите за сравнение, покупаете вдруг машину с рук? Уверен, что никто из тех, кто слушает меня, никогда не покупал секонд-хенд, и тем более машину с рук. Ну, если представить такую ситуацию, почему, спрашивают механика, А может быть, Вы до этого 23 лет ездили на машине и разбираетесь в них, но просите, чтобы механик посмотрел машину, прежде чем купить. А в бриллиантах, повторяю, мало кто разбирается. Спасибо.